Доброе утро, страна! Время 8.57 9 утра субботы Это ровно такая же суббота Как на прошлой неделе На прошлой неделе меня хватило на 4 часа Потому что за это время я заработал 790 рублей Ставлю таймер Время пошло Таксометр только что Включил Посмотрим, есть ли Хоть какой-нибудь воз В субботу Утром Почему именно сейчас? Потому что я включал таксометр еще находясь дома Честно по приколу Он у меня час пролежал практически с 7 утра до 8 Без единого заказа Я решил что нафиг Вот я 8 с копейками выпался с дома Пока заехал, заправился И сейчас будем думать Ловить, есть ли что-нибудь Нет ли что-нибудь Потому что я все больше утверждаюсь в мысли Что такси Такси накрылось медным тазом Соответственно придется придумывать что-то другое Уж если Возить доставку из ресторанов То не за 100 рублей А за Полторы тысячи за небольшой маршрут То есть полностью целиком уйти в доставку Либо возить доставку Озона какого-нибудь Или СДЭКа Хотя тоже приколы Я как-то даже делал фотографию Утром Видео уж не стал снимать Камеры на лобовом не было Вез я с утра Однажды Деливери Клаб Курьера Значит он заплатил за поездку До Макдональдса 200 рублей Чтоб там затариться Наверное В Макдональдсе И дальше уже Не знаю Пешком или еще как-то Но меня прикололо Что Курьер Деливери Клаб Позволяет себе Разъезжать на Такси Возник резонный вопрос Что курьер Деливери Клаб Зарабатывает больше меня Вполне возможно Разъезжает на такси И Вчера СДЭКовский курьер Мне попался То есть он поехал до пункта выдачи СДЭК Из дома видимо Потому что он по пути То есть мы ехали с ДЭК На Семеновскую И По пути он звонил И говорил Что так мол и так Значит вот по поводу заказика Я там связался С заказчиком там И так далее и тому подобное Вот Получается что он тоже Зарабатывает больше чем я Передвигается на такси Учитывая что такси Все таки стоит выше себестоимости Получается что Самому за рулем Своей машины Должно быть выгодно Развозить Но посмотрим Пока я вот я с вами Разговариваю уже Сколько там Три минуты За эти три минуты Пока ни одного заказа Не прозвучало Но буду ждать Буду ждать заказ Ну вот и заказ Вот В общем встретимся через четыре часа Прошло Четыре часа Остановил я таймер Почему именно четыре Почему там я не работал В восемь часов Или двенадцать Просто для того Чтобы сравнить С точно такой же сменой В прошлую субботу Которая началась Во столько же И во столько же И закончилась И тоже длилась Четыре часа Итак На прошлой неделе Мне удалось заработать Семьсот Девяносто четыре рубля И это Катастрофически мало На Этой неделе Соответственно В субботу За четыре часа Я выполнил Десять заказов И Заработал Тысяча двести Двадцать девять Рублей Считаем Тысяча двести Двадцать девять Поделим на четыре Получаем Триста семь рублей В час Это Достаточно Неплохо По сравнению С прошлой субботой Где было Что-то в районе Ста девяносто То есть Триста Семь рублей В час Это Более чем В полтора раза Лучше По заказам Соответственно Это 123 рубля За заказ По километражу Яндекс считает Что я проехал Шестьдесят пять Километров И соответственно Шестьдесят пять Километров Тысяча двести Двадцать девять Делим на Шестьдесят пять И получаем Девятнадцать Рублей километр Почти Восемнадцать девяносто Но это по Яндексу Реально я проехал Восемнадцать два Километра Тысяча двести Двадцать девять Делим на Восемнадцать Два И получаем Четырнадцать Рублей девяносто Восемь копеек Пятнадцать Рублей километр То есть Как только Заказы Становятся Более-менее Выгодными По деньгам Они тут же Становятся Менее выгодные По километражу То есть Можно накатать Картышей И тогда По километражу Они будут Ок Но За это же время Заработаешь Меньше денег Потому что Заказов Столько же А стоят они Дешевле И еще На сто восемьдесят Один Рубль Меня Кинули Почему на сто восемьдесят Один Потому что Ровно столько Стоило поездки За нее уже Списали Комиссию Соответственно Мне остался Чувак должен Сто восемьдесят Один Рубль То есть Как это было Я предполагал Что так будет Но Специально решил Проверить одну фишку То есть Ну мы доехали До места Вдруг оказалось Что у него Нет наличных Денежных средств С собой Хотел перевести По телефону И вот Прямо вот-вот У меня на глазах Этот телефон Сел Он записал Мой номер И сказал Что придет домой Вот сейчас Поднимется И обязательно Обязательно Мне скинет Я Понимал Что этого не будет Хрен бы ты с ним Будем смотреть Как Яндекс Отрабатывает Команду ФАС Которую он сам Себе назначил То есть Если Вас кинули У вас там Статус золото А статус уже Какой раз там Продлевается Во второй Статус золото И соответственно На статусе золото Вы имеете право На компенсацию Если вас кинули За наличный расчет Но В виде промокода На бесплатную смену Я соответственно Написал В техподдержку Сейчас посмотрю Есть ли ответ Разумеется Никакого ответа От поддержки Нет То есть Есть только Мое обращение Да Ничего не ответил От техподдержки Ни хрена Не компенсировал Никакого промокода На бесплатную смену Нет То есть Если вы рассчитываете Получить эту компенсацию То как минимум Пока не могу утверждать Большего Но как минимум Вот прямо Сию секунду То есть В течение этой смены Вы ее Хрен получите Возможно Ответят там Через пару дней Вот Но придется На эту тему Пилить отдельный ролик То есть Фактически Сразу вам Никто ничего не компенсирует И срать они хотели На ваш статус На этом как бы все Не дайте себя обмануть До встречи Субтитры создавал DimaTorzok